всем привет вы на канале кайби и с вами екатерина и мы продолжаем проходить gravity falls и уже мы пойдем по ветке стена как я обещала и я буду проходить игру в другом переводе и как вы заметили в другом переводе не только немножко адекватный текст но и переведены даже вывески как вы видите но я решила начать именно с того момента когда мы уже врезались то что ну мы поняли мы ехали ехали и бац вы в итоге у нас авария ему тут очутились поэтому давайте продолжать это дым откуда здесь дым прокашляться вы нащупали ручку двери но открыть ее вы не успели это уже сделал кто-то другой кстати если вы обратили внимание кто самого начала смотрел предыдущем переводе мы исходили того что это наши мысли то есть нашего лица а в этом переводе тут уже указывается то что как бы не от нашего лица просто нам говорят вот вы то 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 сделали то 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 в общем вы поняли какая еще есть разница у вас кто-то взял за плечо в порядке у вашей открытой двери машины стоял мужчина он взял вас за за голову вытащил из пальто фонарик и начал светить ему вам глаза когда мы в пару раз помогали он отпустил вас он внимательно осматривал вас проверяя на наличие ран вы же осталось от ужаса просто смотрели на него как вас зовут как обычно форт как обычно лада лада и я стэнфорд пайнс можно просто форт и я бы пожал вам руку но вижу вас еще не отпустила что ж переломов у вас нет но похоже вы здесь застряли куда же вы так спешили вы не успели объясниться как из хижины не потрогать донес и чей-то голос и ученый я уже сыт по городу и экспериментами мне ужас оттерчер тело закрывать хижину на ремонт тот кто кричал вышел из дома и остановился соответствующий челюсть увидев вашу машину вы предположили что это хозяин того дома неподалеку вы посчитаешь сильно ударились головой поскольку у вас начало двоится в глазах батюшки ford что ты натворил что и я здесь совершенно ни при чем я лишь проверял работу моего магнитного пистолета и ой похоже он и притянул машину к нам и видимо я их правда виноват мне дико дико жаль кстати если кто-то новенький начал смотреть видео именно сейчас я предлагаю вам посмотреть самого начала то есть когда мы проходили ветку форда я наверное сделаю ссылочку в листе где-то в сбоку появляется или же я вам предлагаю прийти на мой канал и найти плейлист гравити полоса да ладно успокоим его вы лишь неопределенно пожали печами не знаю прочим почему вам захотелось спать этого незнакомца который только что разбил вашу машину действительно да все порядке нет где-то я определенно напортачил может перепутать провода или резисторный дед делитель 6 ты пол она не это имела ввиду ах да эй слушай все будет хорошо конечно на капоте осталась мятина от вывески хижины и на лобовом стекле осталась массивная треугольная трещина я уверен что там малышка все еще пашет вы попытались вести машину старт отрещал но все было тщетно вы чувствуешь что вот-вот раздребетесь оу что ж давай тогда вызовем эвакуатор это несчастный душе и забудем и я позабочусь об этом ты прав будет намного дешевле если мы это сделаем сами 6 ты пол иди к основам включи свой магнитный пистолет нет стены я собираюсь починить автомобиль что ха ты починишь свое время я уже чинил несколько инопланетных машин не да ты смеешься надо мной мой века убьем на эту машину чинив ее своими силами а нам знаешь ли и так немного осталось стэнли отойдем на минутку порт и стэнли отношусь чтобы переговорить друг с другом и вы остались наедине со своими мыслями кто же мог представить что у вас будет ждать такая авария во время поездки машину можно отвезти в ремонт а как добираться назад домой на автобусе ну допустим а дальше форт откажется и ерзая на месте и неловко выдирать себе под ноги и видимо они что-то решили и так вот как мы можем поступить мой брат стэнли может отвезти вас город чтобы найти вам место для ночлега или вы можете остаться на нас здесь в наше сувенирном магазине вы сможете найти карту или любую другую информацию а утром и можем помочь вас машины что скажете ответить по не успели из дома донесли голос какой-то девочки дядя стэнли не поверишь целая неделя о божечки выбежали из дома девочка становится при виде вашей машины о просто блестяще дядя форт почему во всех странах всегда виноватым считают меня повторить еще раз кто тут магнитным пистолетом баловался ну пожалуй в этот раз действительно виноват я но я уже сказал ладно может остаться здесь на ночь если она будет не против я уверен что починю машину правда сперва выясню как это сделать стэнли вздохнул что ж посмотрим что тут у нас все равно быть в отпуске довольно скучно к тому же старый стэн мобиль еще не нуждается в ремонте так что починкой я займусь превеликим удовольствием благодарю стэнли я уверен что смогу найти пару особых деталей своих изобретений из тебя чего-то будет не хватать отлично позволь писать и я мэйбл спрашивая о чем угодно я знаю много чего что нужно знать об этом месте по постой и я даже еще ничего не успела ответить спасибо вам большое за ночлег и за починку машины да она у меня будет как новенькая смысле только взгляни на мой стэн мобиль он что только что пережил и до сих пор красавчик он показал на красную машину и припроковано вздалеке на таком расстоянии вы не могли оценить какой стэн мобиль красавчик но звучал он вполне убедительно что же все складывается крайне удачно бесплатный ремонт бесплатный ночлег звучит вполне заманчивающе в крайнем случае в городе не на к можно будет найти какую-нибудь автомастерскую но у меня все устраивает благодарю вас за помощь и еще раз просто простите меня мне так стыдно что я допустил такую элементарную ошибку пока пальцы заводили вас в домой мой был успел оставить по свой номер телефона что вы могли звонить ей в любое время также на вам сказал что близнеца форда здесь зовут просто стэн это жилая часть дома а сразу за этой дверью хижина чудес эй а ты бывал когда-нибудь хижина чудес хотелось бы и если честно когда я была в дороге то видел стиле на мобиль чей-то машины вот хотелось бы у вас прервали громкий триумфальный х так и то что эти стикеры отличное вложение а шеста по все твердю что они до более простые и визуально непримечательны и даже не имеет адрес остальные как любит будут искать это место слыхал шестопал и я не отказываюсь от своих слов они и вправду визуально непримечательны это чуть что лас смогла забрести в этом месте не знаю где находится хижина чудес чудес а мне вроде как понравилось видишь и ей вроде как понравилось а ты ничего ладно как насчет того чтобы завтра провести тебе тур за скромную плату сразу а денежка заговорил понят все с тобой за лавтра тогда я за сегодня должна уложиться во все вопросы анкеты а ладно ответь копивара да или нет из дверного правил выглянул какой-то мальчик и форт откликнул его дипер мальчик мой и я поражен что ты до сих пор не распутываешь недавнее преступление преступление какое преступление у меня есть алиби я был а так у нас гости привет так вы не обо мне народ вы видели ту разбитую машину смог от хижины я сперва подумал что это снова была атака мужика тавров когда насчет этого теперь это лада и это явина что ее машина сейчас в таком плачевном состоянии так что она побудет какое-то время здесь стоп и и машина сейчас таком плачевном состоянии это ты разбил ее да мне отлетела буква с ваш с нашей вывески и все окна поразбила раза разбилась лишь от ноль лобовое да ладно вижу тебе очень сильно повезло учитывая что ты еще жива она будет в порядке а пошлась без перелом и то хорошо следующий раз буду калибру калибровать сумму магнитную пушку в более подходящую обстановке да уж и а нельзя было принять какие-то меры предосторожности вообще-то вся ирония в том что я пытался установить меры предосторожности и раз уж вы тут начали говорить здесь о своих ботанских штуках то я пожалуй покажу где лада может расположиться и так лада давай мы бы проведет тебя туда где ты будешь спать отведи-ка ее комнату отдыха она ведь свободна комнату отдыха да то есть кладовку как обычно под лестницей да ты это имел эту комнату сейчас быть свободна весь остаток дня ушел на то чтобы мы бы показал показывала вам где здесь находится комната отдыха где вы будете спать кухня гостиная прихожая туалет и остальные комнаты которые имеются в любом другом доме впоследствии вы узнаю что их семейка была куда больше кружевные салфетки указаны то что здесь проживает какая-нибудь бабушка на вас объяснить что они принадлежат зусу или зевсу в любом случае с утра вы хотели бы узнать побольше об этом парне что работали здесь когда вы своего подняться поднялись на чердак она отвела вас в ее комнату где на кровати лежал диппер уснулся в книгу вы однако заметить что он лишь делал вид что что-то читал время от времени поглядывая на вас еще один научный семей начал хрюкать на вас с кровати мэй был это была пухлая розовая свинья которая была одной из лучших друзей мэй был ее же криминальным сообщником пухля эти два идеально подходили друг другу вплоть до полка счетчик и торчащих носов вы еще не успеет проявить свою машину как уже наступил вечер вас пригласили сначала на ужин а затем на вечерний телемарафон теперь же вы ни капельки не жалею что вам нужно будет ночевать в этом доме вы вернулись в комнату отдых которую вам показывала мэй был где вы нашли на матрас и просто склад из подушек и простыней который который были рассчитывать явно не для одной кровати я обратил внимание то что действительно такой текст легкий прям читается очень хорошо вы просто от туску солнечных лучей палящих через маленькое высокое окно в стене сначала вы не могли понять почему такой такая планировка посчитал что это номер отеля но затем вы вспомнили все вчерашние события посмотрев на 4 на часы вы увидели что уже обед похоже вчерашняя авария сильно утомила вас неизмотая на вчерашний увереннее этой семьи в том что вы могли брать из них холодильника абсолютно все вы все равно участвую себя чувствуя себя слегка неудобно и постараюсь приготовить как можно больше скромный завтрак поевка фонус по суту вы уже собрались уходить из кухни но неожиданно вы наткнулись на форда прошу про а это ты да точно какое-то время посмотрю на вас неловким умолчанием он прокачался я полагаю станет сейчас осматривать его машину снаружи если ты хочешь ему помочь выкинули и уже собирается уходить пока форт не откликнул вас и лада еще раз прости меня за вчерашнее если бы я не спешил что ж просто повторю это полностью моя вина поэтому не думаю что ты нам здесь мешаешь или ты нам чем-то должна тенри довольно хорошего в обучении автомеханики так что я думаю через пару недель ты уже сможешь поехать дальше пару недель вы не смогли скрыть тревогу на своем лице хотя по правде даже и не пытались а что же мне делать все эти недели от вашего поникшего вида форт смутился и немного съешься но взять себя в руки решил поддержать вас ну может исследовать наш городок конечно и хижину чудес ну если хочешь знать все это не что по сравнению с постой ты слышала форт оглянулся на источник шума в коридоре где располагалась лестница звучало словно звук повторился в тот и в этот раз вы и все расслышали четко визжала свинья сопровождалась и это все крохотом копыт и чьи-то ног пухля спустившись лестниц появилась приемли кухня в это же время были слышны еще крикштение мэйвел и шелест бумаги форт бурта у стремится в коридор вы последует за ним вам пристал пристала такая сцена мы его со своей семьи пытались друг друга отобрать лист бумаги бумага порвалась и мэйв в итоге чуть не перевернулась но все же сал совладала собой выходе 2 ключа клочок из пасти пухля она победоносно подняла обе части над собой и мэйвел снова пишет побеждает теперь нужно эти дети форт форт который был готов к тому что ее племяне супа тетя стоял с вытяну руками мы его положу в них несколько мятых листов пока форт еще даже не опомнился и начал дергать ее за пальто тетя форт мне нужна помощь форт опустился на колени и посмотрел на боевую серьезную обеспекл и обеспокоен взглядом тише моего что стряслось гиббер нашел скан из страниц твоих дневников когда мы с пухлей вошли в комнату он резко подбежал к ней и схватил один из них листов и кажется он таким образом хотел предупредить меня дядю форт потому что смотри мы был за пару порванной части из рук форда соединила их вместе и показала ему понятно и тебя это встревожило то здесь сказано что это существо питается щенками и мелкими собаками а пухля такая маленькая свинка что издала из и что издали он вполне сошел бы за собачку и поэтому видим пухля посчитал что его жизнь грозит опасность пухля кажется согласов рукунул в ответ или же нет ибо он сейчас расслаблен разлегся на полу вы представить не могли себе что это существо какой-то волк или кто-то покрупнее вам резко раскатилась оставаться здесь помнишь я рассказал тебе а птеродактиле уже в тот раз испытал такой стресс так что я не могу позвать себе в этот раз бросила на производ судьбы птеродактиль высослась на то что свиней пускают в здешний музей тогда думаю пойду возьму рецепт репеллента который я так и не закончил он защитит пухля от любых опасностей мы был облегченным выдохнул и плюкнулся на пол и дядя форты настоящий защитник животных пухли тебе ничего путь пухля тебе нечего бояться форте их усмехнул же поднялся с колен ладно пойду за рецептом форт повернулся и уже начал уходить вы вдруг помню что найти не день нужно будет срочно найти какую-нибудь занятие поэтому было бы неплохо сплит за фордом он по крайней мере выглядел как человеку который явно могла найти какая-нибудь работенка чтобы что было весьма кстати если вы не хотели помереть здесь от скупки ну или можно править свою машину и посмотри как ведут тела у стены с починкой что оказалось куда куда важнее хотя и лиц здесь и сейчас так он стоит будет крайне мне неприятно что вы сделаете конечно проверим машину когда форт ушел а мы был в обнику спухли покатилась гостиную вы решили выйти из дома чтобы найти стена вы на вышли нарушу чтобы найти свою машину и обойдя весь дом вам показал что они у него вместо четырех стен все пять и вот вы нашли ее и она выглядела еще хуже чем было после аварии стенд стоял перед ней уперев руки бока и смотря на капот на который отлетела буква с но насколько все плохо ничего не могу сказать пока я не уберу эту букву с капота это это всегда слетает с вывески загадочный бездарь а слушай если ты собираешься здесь оскорблять меня ой ты просто прочитал вывеску и я потом починю ее окей просто не обращаю внимание что ну ладно давайте предложим помощь что тогда давай приступим чем раньше начнем тем быстрее закончим звучит отлично ну-ка помоги мне здесь стенд кряхтя сделал еще один толчок и вам удалось вытянут вытянуть ее букву вы пока отложили в сторону теперь когда ее не было стенд понял капот и заглянул внутрь осматривая его он задумчиво потер потер подбородок затем подошел к металлическому ящику и взял пару инструментов все еще оценивание нанесенный ущерб да здесь нужно будет повозиться какие-то детали надо заменить и это я еще молчу о корпусе чтобы машина выглядела как надо надеюсь что у форда можно будет найти какие-то детали да уж вы все больше убеждаю что вы тут надолго застряли и вы нахмурились от услышанного сцен это заметил эй ладно ведь так слушай я понимаю что паркоз далеко не оптимистичны но я сделаю все чтобы вернулась домой как можно скорее а до тех пор чувствую себя как дома правда конечно правда малая я уже знаю как получить эти детали конечно я не смогу довести машину до блеска но хотя бы доведу ее до приличного вида и не переживай ну подумаешь застряла поверь мне ты могла стать и в куда более ужасном месте и я бы даже сказал что хижина чудес лучшее место где ты могла застрять здесь есть все что только нужно человеку товары магия загадки ну и хаос ну ты поняла стэд перебирал различные инструменты течения что-то он молчал продолжал рыться в деталях все это сопровождалось металлическими лязгами и крестение стэна вы лишь наблюдая в стороне чувствую себя слегка неловко из-за вашего бездействия могу чем помочь а в машинах разбираешься нет стэн начал разминать спины и поражил все инструменты в ящик облокотился на капот и цель еще посмотрел на вас а можешь как-нибудь разрядить обстановку историями из жизни шутками и тому подобное но допустим это я смогу но как это поможет починки вы указали на свою разбитую машину жизнь который сейчас весел от вас там от автомобильных навыков стэна пайнса и самое что они на есть счастливой удачи никак и я посчитал что это могла бы пока помочь зусу в хижине что скажешь услуга за услугу дополнительную раба работу плане зарабатывания денег понятно понятно что же вам казалось это куда более интересно чем помогать форту с его странностями вы согласились окей тогда за мной вы со стороны пошли обратно в хижину где проходя мимо высвученного зала вы заметили невероятно чего невероятного человека который проводил экскурсию туристами показывая им явно фальшивые фигуры вы начали прослушать их речи это девятое чудо света прямо в хижине чудес поэтому то это место такое знаменитое друзья стэн заметил что вы замедлились и пытаясь прислушиваться он остановился и начал объяснять вам это зус он в этой хижине мистер закатка во время рабочего дня хоть я и говорю что он может им не быть во время своего отпуска но у этого паренька просто сосать к этой роли азуса нам покажут алло во время форда тоже не показали а здесь тем более не покажут тебя это заинтересовало но я подумаю на туристическим утром по этому дому ваши слова показались вам забавно и слегка странно от того чтобы пока можно сказать живете в этом туристическом туре прямо бок о бок самим экскурсоводом ладно проехали не раз уж так хочешь что давай тогда я организую тебе экскурсию и тебе невероятно повезло у получишь ее прямо от основателя этого бизнеса тебя боже заинтересовал это место по рекламе идущий по радио по праве вы не вслушались то что передавали по радио вы лишь любовались прекрасными видами орегона тогда может или указать о котором были на сами люди прибытия в город так лада отчет тупишь ты же видела рекламу на бампере опять же ваше внимание был прикладок прекрасным видом орегона хотя вам кажется что увидели какие-то указательства посетили знаками странно невинятная реклама я просто проверяю действия с рекламы значит стиклин на бамперах а а значит я был прав ладно как будто не было следуйте за мной народ а и точнее следу за мной ты готовься быть изумленной стэн начал вести вас тем же путем через который вы пришли сюда вы следует за несколько скептически настроена но и с большим любопытством разве ты не говорю что тур не проведет самый основатель я думал что это за вуз стэн посмеялся что нет это я основатель отстроил это место с нуля ну образно говоря здесь же самого нуля имелись и дом и различный хлам но именно я приду это место потрясный дом к чудесного хлама стэн грозит махал руками словно разглаживая ратунку что вас не очень впечатлило готовьте быть изумленной и вас опять же это не особо впечатлило но его усилия в подачи все же давали вам надежду на то что вы будете изумлены поскольку выставочный зал сейчас занят то давайте начнем экскурсию с нашей сувенирной лавки вы слышали сувенирную лавку чтобы сверху дониза была забита самым обычным сувенирами тут были футболки с вопросительными знаками и практически все товары были с вопросительными знаками в углу вы заметили бугристую статую с надписью основатель который можно было узнать стена лишь по красному носу и очкам обычно в этой комнате я как можно быстрее пытаюсь навязать покупать свой товар но поскольку ты здесь застрял то можешь не спешить с выбором что ж можешь осмотреться есть я что-то здесь переглянулась покупает а нужно доверять своим инстинктам о дают нам на вы на это все рассматривать ну давайте по очереди статуя основателя до его все же надо было доверить мэйбл однако стоит признать что каждая версия меня имеет очаровательную улыбку банка с глазами и я думал мы их уже распродали хоть черт забыл указать цену на не лишь знак товара стенд взял черной марки и нарисовал на ценнике 9 долларов 99 центов спустя время он дописал 29 долларов 99 центов воняй полно глазных яблок футболки ну кому не нравятся хорошие сувенирные футболки они очень хорошо ложатся на тело и они создают отличную рекламу хижины чудес своим фирменным знаком вопроса а каким образом вопросительный знак должен ассоциироваться с хижина чудес мне кажется ты задержишь слишком много вопросов или не кажется последнюю часть предложения он произнес так словно это был его рекламный слоган ему явно не хватает деликатности знаете перевод под стать стена сразу как бы чувствуется атмосфера именно его чем форда кепки с рисунком елки диппер раньше такую носил зуз говорил мне что они разлетались как горячие пирожки когда форт уронил его дневник дневник бездонную яму не знаю может он и нашел где-то связь в этих событиях но я что-то не могу его найти до сих пор дневник бездомная я на думаю скоро у нас будет шанс прогуляться и до нее для меня это самое выгодное место потому что на каждой экскурсии всегда найдутся такие которые случайно до угодят в эту пропасть и плюс то что следующие 20 минут можно будет проводить экскурсию без них дальше чего я видела бы ты свое лицо акцесский календарь и я знаю как вычислять на ней время так что бери морозилка с мороженым имей ввиду то что ты здесь застрял и вовсе не означает что ты можешь красть отсюда мороженое это могу делать лишь я потому что и поздно но потому что я основатель данного места а это входит в мои выплаты я также получаю авторские выплаты за на на она на свой трудовый лед который ты любишь я знаю пирамиды из кружек на самом деле ты не сможешь взять ни один стакан они все склеены секреты маркетинговый ход а зачем ты зачем ты мне это раскрыл тебе все равно никто не поверит к тому же если кто-то попробовать их взять то можно отсутили от усилий и полка оторвать вы заметить табличку ломаешь покупаешь на стене так вот какой маркетинговый ход умно доска почета дождь всегда был самым трудолюбимым в этом месте так что он здесь всегда вполне заслуженно ну принципе мы все осмотрели точно но в любом случае я слушаю как туристу уже покидать восточный зал я услышал его голос сейчас большинство туристов не ценят моего художественного моногения и я веду к тому что ты как раз вызвалась чтобы помочь мне поверь мне ты никогда не сможешь создать такое прибыльное чудо как скажем идея о снежном человеке если будешь работать над нутной работе в офисе для этого помимо таланта нужно еще и подходящая обстановка так что давай-ка ты мне состряпаешь какую-нибудь идею на основе того что ты здесь увидишь и так проследуем же мастерскую сейчас ты лицезрешь место что делает эту хижину хижины чудес вы последовать заставить гостиную на кухню в которой слева по отдаль от вас был стол где был были разбросаны набивки различных частей животных чучело что будем делать стенды со спалки большую иглу катушку с нитками гвозди и молоток вам показалось текание гигиени и что то что эти чучело создаваясь напротив холодильника эти чучело стремы были бы довольно жуткими есть тебе они не выглядит так мульчашно стенд подошел к рабочему место и вытянул споры споры голов выпущенные глаза приклеенный поверх уже безжизненных на ужас это определенно постаралась мэйбл эх вот что я получил когда в доверии мэйбл оформление нашего фотоальбома как бы то ни было главное составляющих каждого экспоната в это здание их предыстория предыстория что а ты думал что здешние туристы настолько тупость чтобы верить в существование вещей которые им здесь вытирают именно поэтому я и люблю вести свои дела в gravity falls в любом другом месте нужен будет другой подход понимаешь у каждого хорошего творения должна быть какая-то история или как бы вырезать наши ученые предания обычно хорошо работают страшилки ведь чем сильнее ты их сможет напугать тем сильнее ты сможешь внушить что эта вещь есть на сас и на свете ведь это придает им грилл глубину я этим занимаюсь уже годами это своего рода искусство хоть станет сказал об этом с равнодушием стоял он слегка горд горделиго ничего сложного стенд отторопел от услышанного ах вот как ну посмотрим как ты справишься говоришь ты занимаешься этим годами еще с самого детства естественно не без маленькой помощи и нескольких недовольных клиентов стенд сделал паузу видимо передавался своими воспоминаниями о своем опыте рассказчика и сутки по его смешанному выражению лица недовольных летов у него явно было не несколько но по большей счете делал дела у меня обстояли хорошо на как на рассказах лжи то есть истории так что ты сейчас учишься у мастера так что же выбрать а почему ты больше не уходишь эти места ты работаете с кого-то ты еще сотрудник этого места у тебя был подход к работе хижину можно начинать какой у тебя какой у тебя был подход к работе и в хижине подход я просто заработала деньги и еще нужны подходы а когда он же любит деньги хотя пошел можно увидеть как загадочность подачи к примеру не хотите ли вы узнать или не хотите ли стать ошеломленными вот вот что-то скажу дети в этом плане всегда настроены скептично как только исполняется где-то 8 они пытаются доказать или что все здесь неправда ну а когда они взрослеет то осады что в мире нельзя найти ничего интересного поэтому и пытаются восполнить пустоту с помощью подобных историй товаров тебе остается лишь подыгрывать им а почему ты больше не руководишь этим местом стенд стрека улыбнулся мой брат хотел утащить меня с собой в одно путешествие и я не мог отказаться но и не мог прикрыть это место так что я передав все руководство зусу он можно сказать вырос здесь в отличие от еще одной нашей работе с и венди она обычно подрабатывает здесь летом знаешь чувствую себя странно из-за того что тебе приходится об этом рассказывать у меня такое чувство будто и так в курсе этого спойлер и ты работаешь здесь так будто еще сотрудник этого места можно вывести человека из хижины честно вывести хижину через из человека никогда поэтому я и вернулся вот что с тобой можно делать 30 лет одной и тоже рутины стена глянулся на рабочее место вас почувствует снова бросил в дрожь от такого большого разнообразия предметов именно их разнообразие и они количество что ж не знаю что ты будешь делать со всеми этими ну давай удиви меня стенд куда-то отошел видим у него были какие-то дела вы были даже рад что ему не придется смотреть на ваш процесс создания и так как вы подойдете к созданию чучела так собрать его из похоже друг на друга частей нет это банально собрать его есть не похоже друг друга частей ну более-менее правильно размеренно смещать и похожи и не похожи друг на друга частью чтобы был мутант ну не знаю я лучше 2 выберу теперь каким образом вы будете их скреплять хорошо постараться над прошивкой использовать степля ибо проще очевидно молоток и гвозди мне я хочу вот так хорошо основа готова что дальше так давай точить где-то красные большие участки мех чтобы видеть выпущенные глаза ну достаточно либо детали либо окрасить давайте добавим эй стены я закончила эй а не дурно ладно очень даже не дурно стэн триумфально поднял ваше аномальное чучело и так какая у него предыстория просвети меня ээээм какой подкуп цель свой выберите больше фактов чем вымысла больше вымысла чем фактов с оригинальничать давайте больше вымысла чем фактов это существо загадала три желания первую дай из которых сделал его дело таким а третье желание какое чтобы люди своего мира всегда восхищались и но самое главное что ты держала зрительный контакт с туристами сойдет что ж в принципе эта штука выглядит вполне презентабельно подожди здесь и секунду стэн вынес экспонат из помещения несколько минут спустя вы уже услышали его приближающие шаги и он вернулся на кухню с двумя банками из газировки стэн поставил одну из них на обеденный стол и подозвал вас рук рукой чтобы вы подсели к нему что вы и сделали нет ничего лучше чем охлаждающий напиток конце рабочего дня твое здоровье он взял свою банку указал ею на вас и не тороплю откинувшись на спинку стула вы наблюдая кого он делал глоток отпел с таким размаху что вы не могли оторвать от него взгляд вы решили открыть свою банку и так у тебя есть какой какие мне ко мне вопросы без беседы обычно помогать не освоиться в новом месте может и с тобой будет так же ну давайте о нем сначала и так расскажи о себе стэн засмеялся если газа нервничал это что первое свидание может быть может быть но я пайнс стэн пайнс крепчивший к любимец города известен как бывший владеть хижин чудес он остановился и видимо ждал от вас ответа но вы лишь начали смотреть на него испытывающим взглядом желая чтобы он продолжил и он нервно прокашлялся стоп так ты серьезно знаешь мне не кажется это я смогу и я могу заставить людей меня долго слушать лишь когда я что-то продаю да и то не всегда последний раз когда мне меня так кое-кто слушал однажды чуть не сел меня можете представить и продолжать что было дальше стэн сначала неуверенно улыбнулся но затем улыбнулся его весь рот а потом его си засмеялся ладно так уж и быть понимаешь ли в нашем мире есть такая штука как месть и стэн рассказал вам историю о дорожном происшествии на закачественную гору полную мумии где была женщина чтобы было на самом деле пауком мы не верили ни единому слову но вы все равно хорошо проводили время стану меня в своих рассказах держать интригу и он оказалось каждый раз загорался от ваших реакций нужных местах и он засмеялся вместе с вами до сегодняшнего вы ни разу не услышали о мистере загадки но сейчас вы чувствуете нечто особенное невероятно единое между вами об их скоп экспонатах высочные зала и так оказался забитый до отвала куда еще больше то лишь ты любит разнообразие только вешаешь вывеску о новых спадать и они тут так как тут когда я только открыл это место я не думал что мне ну понимаешь что понравится заниматься этим для меня это раньше было просто источником раз заработка теперь я не могу без этого думаю скажем такое может случиться за 30 с чем-то лет стэн говорил об этом группа но не враждебно скорее наоборот 6 тобой говорит что хорошо развивать эти вещи которые ты хорош вот я и совершил свои творения с каждым днем интересно я бы смог продать хоть одно из них как образец искусства наверное да да я бы мог выставлять их на аукцион за более безбашенные цены я бы обязательно что-то купила а ловлю тебя на славе афорде афорде всегда такой смысл всегда пытается починить то что не сломана и в итоге усугублять ситуацию нет он был мне хорошим братом но я бы сказал что это скорее всего ты всегда усугубляю ситуацию стэн посмеялся ты даже не представляешь такая его прошлом вижу ты сильно заинтересована во мне а или ты всем задаешь такие вопросы ты прав и просто я просто любовь соц вопроса конечно я соц работника так ты прав я и правда сильно заинтересована в тебе но хорошо доводилось ли тебе слышать о моей контрабаде мопсов нет безусловно и во все в этом бизнесе хорошо хранят те тайны очень хорошо так а зачем я теперь это рассказываю забудь я не при делах я дам тебе кучу других ложных наводок чтобы ты завела полиции в тупик конечно и стэн начинок жать куча этих сложных наводок которые как ни странно могли быть правдой учитывая его личность стэн запок запрокинул голову чтобы сделать последний глоток газировки и поставил уже пустую банку на стол что шла да ты сегодня хорошо справилась если захочешь снова мне помочь дай мне знать вы кинули и стэн уже вот-вот ушел как вот вдруг вспомнили а стой я ведь должна заплатить за сегодняшнюю экскурсию да а не парься сойдемся на том что ты мне должна и ты скажешь он сделал нам подарка понятно сказав это он ушел не спина на то как он вам это сказал вам не казалось что стенд действительно будет с вас что-то требовать по крайней мере ничего серьезного кажется среди сувенир вам явно светила нечто больше чем вы думали вы будто были созданы друг для друга может дать мне парочку совет про свидание ну ладно ладно давайте на этом остановимся всем большое спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на мой канал и оставляйте комментарии всем большое спасибо всем пока